День работников торговли, ЦТ на все 100 и прививочный туризм. В Бобруйске вакцинировали первого иностранца, в какой поликлинике принимаются. Это большие итоги и самые яркие информационные акценты недели о тех, кто видел все своими глазами. Я Максим Кембель, мы начинаем. НДС коммерческих посылок, новый возрастной ценз и вакцинация под землей. В Минском метрополитене действуют прививочные пункты, на каких станциях. Безвиз для вакцинации в Бобруйской поликлинике номер 3 привили первого иностранного гражданина. За двое суток мы получаем сообщение о том, когда придут к нам. Сколько стоит услуга. Заветная сотня. Шесть бобручан набрали максимальные баллы на ЦТ. Мы все, в принципе, ожидали, что так и будет. Кто эти школьники? Танец глины и огня. В Бобруйске продолжается пленэр по керамике. Проводится в первую очередь для развития культуры и искусства Республики Беларусь. Где можно будет увидеть работы. МАКС-2021. Антиковидные документы и Олимпийская мечта. В Токио стартовали главные игры четырехлетия. Кто зажег огонь? Сегодня в Беларуси отмечают День работников торговли. Лучших представителей отрасли накануне поздравляли в горы с полкоми. Благодарственные письма, цветы и грамоты вручили 16 сотрудникам сферы розничной торговли, обслуживания и общественного питания. Награды от Министерства антимонопольного регулирования и местных властей. Хотелось бы поздравить всех работников торговли за тот вклад неоценимый, который они вносят в развитие нашей отрасли города Бобруйска. Пожелать им всем за их нелегкий труд, крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, удачи. И, конечно, благодарных покупателей и посетителей. Профессиональный праздник ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В Бобруйске более 10 тысяч человек трудятся в этой сфере. Внимание, доброжелательность к покупателям, добросовестное отношение к своим обязанностям – отличительные черты работников торговли. Сто-процентный результат. Абитуриенты подводят итоги ЦТ. Максимальное количество баллов набрали 379 человек. В Бобруйске таких шесть. Еще один остановился в шаге, набрав 99. Успешными предметами стали математика, обществоведение, иностранные языки и другие. В чем их секрет? Давайте разбираться. Ангелина Голубева – настоящий полиглот. Ее страсть – иностранные языки. Заветные 100 баллов ей принес немецкий. С этим предметом девушка знакома с третьего класса. Сначала было нелегко, но потом все изменилось. Теперь в планах выучить английский, следом и итальянский. В школе работают прекрасные преподаватели немецкого языка. Вот мой преподаватель, Стишенко Елена Геннадьевна, она готовила меня к Олимпиаде городской, областной. И в дальнейшем помогала подготовиться к ЦТ. Не может поверить своей цифре в сертификате Анастасия Коваленко. А вот преподаватели не удивлены. Признаются, что ожидали высокий результат. Репетиционное тестирование девушка тоже сдавала на высокие баллы. Следующий шаг навстрече к мечте – подача документов. В планах стать судьей. Как представитель, я начала готовиться еще в 10 классе, потому что ученица предложила поучаствовать в Олимпиаде. И мне оно сразу понравилось. Я уделяла ему много времени. Выиграла городскую Олимпиаду в 11 классе. И это очень помогло мне на ЦТ. Высший бал – мечта любого абитуриента. Ради этого Эдвард Танделян ежедневно засиживался за книжками. Заветная сотня – это коллективный успех. Собственное старание, поддержка родителей и бесценная помощь учителей. Впереди учеба в ВУЗе. Я старался хорошо учиться. Учителя в этом всем помогали. Всегда давали возможность повысить балл. И в конце концов, средний балл – 9,5. Я им очень доволен. Владиславу Ставрову не хватило одного шага. Он набрал 99 баллов. Его конек – математика. Все свободное время уходит на решение задач и уравнений. В планах – учеба на факультете компьютерного проектирования. Будущее за технологиями, уверен парень. С учителем я ходил на факультетные занятия. Также она давала на уроках какие-то дополнительные сложные задания. Мы все ожидали, что так и будет. Но что 99 на бюро – это была мечта, конечно, которая сбылась. Предварительно в Бобруйске 100 баллов на ЦТ набрали 6 человек. В Беларуси абсолютный результат показали 379 участников по 13 учебным предметам. Напомним всего, на тестирование зарегистрировались более 62 тысяч человек. Изменения для Конституции, тарифные разряды и денежные доплаты. Ветераны будут ежегодно получать матпомощь ко Дню Победы. В каком размере? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. В Беларуси планируется повысить до 40 лет возрастной ценз для избрания на пост главы государства. Предлагают внести в Конституцию и пункт, согласно которому один человек может быть президентом, максимум два срока. В конечном итоге предлагается изменить 59 статей основного закона страны, включить в него 16 новых, а исключить две. Окончательный вариант документа предоставят на всенародное обсуждение, а в последующем, уже с поправками, проект будет вынесен на республиканский референдум. Ветераны будут ежегодно получать матпомощь ко Дню Победы, соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Размеры, а также период начисления будут устанавливаться правительством по согласованию с президентом. Сегодня в республике проживает 14 тысяч человек, которым предусмотрено пособие с 2022-го. С коммерческих посылок будет взиматься НДС вне зависимости от стоимости пересылаемого вложения. О нововведении рассказали на официальном сайте Белпочты. Отмечается, что правило не распространяется в том случае, если это касается товаров для личного пользования получателя и его семьи, которые не отражают финансовых интересов. При этом цена не должна быть больше 45 евро. Платежи станут начислять, если сумма будет больше. Минздрав Белоруссии определил тарифные разряды, стимулирующие и компенсирующие выплаты медработникам согласно новому перечню должностей. Постановление уже вступило в силу. Работники, получающие базовые доплаты, могут рассчитывать на дополнительные пособия. Это касается лифтеров, водителей и другого персонала. Более подробная информация на сайте ведомства. В Минском метрополитене действуют пункты вакцинации от COVID-19. В электродепо Московской, Могилевской, а также на станции Ковальская-Слобода. Если на первых двух иммунизацию проходят сотрудники организации, то на последний укол может получить любой желающий. Прививают спутникам ВИР российского производства. Слово согласно статистике, более половины работников метро уже безопасили себя от опасной болезни. На море можно не ехать. В Бобруйске снова разрешено плавать. Правда, не везде. Напомним, с 28 июня в городе был введен запрет на купание во всех реках и водоемах. Всему виной найденная кишечная палочка. Сейчас вода стала чище. Открыты пляжи Центральный и санатория имени Ленина. В зоне рекреации здравницы Шинник ограничения продолжают действовать. В пляже 6 микрорайона, в втором пляже, будет проводиться мероприятие по ограничению купания детей. Только детей. Будет разрешено купаться взрослым и занятиями всеми видами спорта. В Бобруйском районе разрешено плавать только на одном пляже. В зоне отдыха наше место. Напомним, штраф за купание в запрещенных местах от 29 до 87 рублей. И трезвым отдыхающим грозит 8 базовых. Это 232 рубля. Маленькие дети всегда должны быть под присмотром родителей. Керамических дел мастера Под Бобруйском проходит уже 17-й по счету пленэр «Арт Жижель». Участников столько же. Перу, Россия, Украина, Грузия, Молдова, Беларусь. Главная тема – фольклор и мифология. Об искусстве живого огня расскажет Карина Гуревич. Древнее искусство. Ольга Тертышная о керамики знает. Если не все, то очень многое. В университете защитила диссертацию по этой теме. Участие в пленэре – новый этап в карьере столичного мастера. Здесь она впервые подала заявку. Ее одобрили, и мечта сбылась. Для меня, например, очень важно получить здесь именно опыт. Потому как здесь есть возможность дровяного обжига. То есть, если там мастерской, электрическая печь. Вот. Здесь такая прям магия. Международный пленэр проводится с 2003-го. За годы арт «Жижаль» стал брендом «Бобруйска». Название проекта связано с именем древнеславянского бога подземного огня. Отсюда и тема – фольклор и мифология в искусстве современной керамики. Поглядите, какое тут прихожее место. Сосны, лес, вода, березина. То есть, это все и натхняет, и допомогает, ну, и спрыгает. Тут можно шмат подбирать слово. Ну, вертается. Вельми шмат мастаки, которые удельничают уже у нас не первый год. И на сюда вертаются, и хотите вертаться. Условия работы нестандартные. Обжиг изделий проходит дровами в трех небольших горнах. В самом сердце мастерской под открытым небом. Помимо тематики, к участникам есть и другие требования. Необходимо проявлять себя во всем. От технологических процессов до графических элементов. Пока это сырая форма. Дальше фигуру будут сушить. Затем ее ждет утильный обжиг. Температура 850 градусов. Плюс глазуровка. Индивидуальный декор. Финальный штрих – автограф мастера. Арт Жижель проходит в 17-й раз. Столько же дней и участников. И это символично. На базе отдыха вербки лучшие керамисты из шести стран. Грузии, Белоруссии, Молдовы, Перу, России и Украины. Проводится в первую очередь для развития культуры и искусства Республики Белоруссия. Только именно с этой целью. Понимаете? Но для того, чтобы она развивалась, нужно что? Налаживать опять же культурные связи с другими государствами. Самая зрелищная часть пленера «Обжиг-шоу» запланирована на 31 июля. А уже 2 августа откроется выставка «Искусство живого огня» в художественном музее, где бабручане и гости города смогут оценить каждую из работ. Затем скульптуры отправятся в Могилев и Минск. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Прививочный туризм. Вакцинация в Беларуси вышла на новый уровень. Отныне граждане 73 государств смогут приехать в страну и сделать прививку. Для них действует безвиз. Цена вопроса – 140 рублей. В Бобруське иностранцев принимают в третьей поликлинике. Как это работает, узнавала Ольга Васенда. Первый пошел. Марина Мастюпатенко – гражданка Украины. В Бобруське ее привела вакцинация. Когда узнала, что препарат «Спутник ВИИ» доступен в Беларуси для иностранцев, сразу же оставила заявку на сайте Минздрава. Выбрала удобный для себя город. Сутки потратила на дорогу и теперь заветный укол здоровья. Персонал очень профессиональный. Провели по всем кабинетам, оформили все бумаги. Все было сделано очень быстро. В общем-то, я довольна. Перед тем, как сделать укол, осмотр врача и оплата за два компонента. Сама процедура занимает буквально пару минут. После человек полчаса отдыхает под наблюдением медиков. Стоит услуга 140 рублей. Прививают российским спутникам ВИИМ. Для белорусов, напомню, также доступен китайский Синофарм. Для иностранных граждан нашей республики создана электронная платформа. Она работает в Минске, куда стекается вся информация о заявках на проведение вакцинации возмездной иностранным гражданам. В соответствии с графиком, который мы подали по нашей поликлинике, назначается дата, время. За двое суток мы получаем сообщение о том, когда придут к нам. И пациент уже извещен и приходит по этому времени для получения процедуры вакцинации. Сертификат с QR-кодом о прохождении процедуры вручает лично главный врач. И это только первый этап. Второй компонент вакцины сделают в промежутке от 21 до 90 дней. Записаться нужно заново на портале Министерства здравоохранения. К слову, услуга доступна гражданам 73 государств. При этом есть ограничения. Оставаться в Беларуси они могут не дольше пяти суток. Безвиз для вакцинации будет действовать до конца 2022-го. Бобруйский прививку можно сделать только в третьей поликлинике. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Андрей Богдан. Итоги недели. Склоны и настилы. На базе 83-го инженерно-аэродронного полка тренируются мастера автобронетанковой техники. Это название одного из конкурсов армейских международных игр. Они пройдут на полигонах Белоруссии и России с 22 августа по 4 сентября. В заявке 300 команд из более чем 40 стран. Легко ли управлять тяжеловесом в экстремальных условиях? Смотрите прямо сейчас. Бобруйск. Военный аэродром. В эти дни здесь летают настоящие тяжеловесы. Сейчас на базе 83-го инженерно-аэродромного полка дислоцируется команда вооруженных сил Белоруссии. Полным ходом идет подготовка к международным армейским играм. Сборная оттачивает навыки вождения. Перед конкурсом мастера автобронетанковой техники. В ее составе 22 участника. Среди них трое бобруйчан. Автопарк насчитывает 5 машин. Внедорожник УАЗ Патриот, машина техпомощи, тягач для танка. Один из самых эффектных представителей КАМАЗ-4310. Его масса более 7 тонн. Максимальная скорость 85 км в час. Трехосник легко преодолевает даже самые труднопроходимые места. Все шесть колес ведущие. Бобруйская трасса максимально приближена к оригиналу. Косогор, габаритный коридор, восьмерка, тупиковая эстакада, некоторые из элементов эстафеты. Один из самых сложных – затягивание танка на грузовой трап для перевозки. Грузовики проезжают по участку под наклоном. Вопреки сомнениям, такая большая машина способна это сделать. Внедорожники стремительно набирают скорость. Понаблюдать за подготовкой пришли и будущие защитники Отечества. Мальчики из военного лагеря «Патриот», который располагается на базе полка. В программе у школьников сборка оружия, строевой шаг и физическая нагрузка. Но экстремальные гонки можно увидеть лишь раз в жизни. Такой шанс бывает очень редко посмотреть, посмотреть на окончательные этапы, на их тренировки, на их подготовку. Да и просто увидеть даже военную технику не просто, когда она едет по городу, а когда она приближена к каким-то своим условиям. В прошлом году белорусские мастера автобронетанковой техники завоевали 4 бронзы. В общекомандном зачете наша страна заняла второе место. В этом году игры пройдут с 22 августа по 4 сентября. Республику представят 27 команд в разных направлениях. Танковый биатлон, дорожный патруль, мастер-снайпер и многие другие. Карина Гуревич, Андрей Богдан. Итоги недели. Пожарная тревога, санитарные пропуска и жизнь непосредством. Следственный комитет России раскрыл подробности дела, по которому был арестован начальник ГБДД Ставрополье. В чем его обвиняют. Далее обзор громких мировых заголовков. В Токио стартовали главные игры четырехлетия. Церемонию открытия увенчали праздничный салют и пара дронов, которые сложили огромную фигуру планеты в небе над национальным стадионом. Основной посыл – сохранить единство мира в эти нелегкие времена и двигаться только вперед. В масках и на соцдистанции парадом прошли виновники торжества – спортсмены из 206 стран. Олимпийский огонь зажгла японская теннисистка Наоми Осака. Пройтись по музеям, пообедать в ресторане, а затем привести себя в форму спортзале 6 августа смогут в Италии лишь привитые граждане. В стране водится система зеленых пропусков, которые выдаются уже после получения первой дозы вакцины. Правда, если человек не сделает вовремя вторую, документ автоматически аннулируется. Одновременно власти продлили до конца года и режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России раскрыл подробности дела, по которому был арестован начальник ГИБДД Ставрополя полковник милиции Алексей Сафонов и опубликовал видео, сделанное во время обыска в его особняке. Золотая лепнина на стенах, мраморные лестницы, роскошная сантехника в ванной и главное ее украшение – золотой унитаз. Вместе с Сафоновым были задержаны более 30 его подчиненных. По данным следствия, они наживались на продаже так называемых блатных номеров и водительских удостоверений. Также пропусков для транспортных компаний, занимающихся грузоперевозками, которые позволяли проезжать без досмотра, в том числе и через посты госавтоинспекции. Почти полтора миллиона гектаров леса горят в Якутии. Там объявлен режим чрезвычайной ситуации. Борьбу с огнем ведут более 2000 пожарных и спасателей. Их работу усложняет сухая, жаркая погода. Местные жители задыхаются от смога, власти призывают их по возможности оставаться дома. Похоже, ситуации в Карелии. Из населенных пунктов, оказавшихся под угрозой, эвакуированы 600 человек. По данным МЧС, причины возгорания могли стать сухие грозы и неосторожное обращение с огнем. Зрелищное шоу для любителей воздушной техники и выставка достижений для специалистов отрасли. Подмосковным Жуковском прошел 15-й авиационно-космический салон «Макс». В нем приняли участие полтысячи производителей. Самым большой интерес вызвали три образца. Однодвигательный истребитель пятого поколения, экспортная версия СУ-57Э и новинка гражданского сегмента авиалайнер МС-21. Такими уходящими 7 дней увидели корреспонденты Бобруськ-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя. 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 Продолжение следует...